МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Курган.ру снова с вами в студии Павел Баев. Здравствуйте. И коротко о главных новостях. День ВДВ. Элиты среди войск. У мемориала погибшим в локальных войнах прошло памятное возложение цветов. Масштабная выставка сельхозтехники в Кургане. Областные власти предлагают производить машины для агрария в Зауралье. Благоустройство пришкольных территорий. Глава города намерен найти источники финансирования. В Кургане начались празднования Дня воздушно-десантных войск. Торжественное возложение цветов прошло возле памятника погибшим в локальных войнах. 2 августа по всей стране отмечается праздник, день рождения советских воздушно-десантных войск. ВДВ. Элита среди другого рода войск. Ежегодно в Кургане возле памятника погибшим в локальных войнах в этот день собираются военнослужащие запаса воздушно-десантных войск. Ветераны пограничного движения и первые лица области для того, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто в разные годы пожертвовал своей жизнью, защищая Родину. С момента создания воздушно-десантных войск 1930 года войска поучаствовали во всех военных кампаниях. И участие войск было зачастую обусловлено тем, что нужно было переломить ход тратения, ход битвы. И это зачастую удавалось благодаря очень серьезной военной подготовке. В мероприятии, посвященном 79-й годовщине со дня образования ВДВ, принял участие и депутат Курганской областной думы Константин Гладковский. Он, как никто другой, причастен к этому празднику. После школы отправился на срочную службу в Афганистан в 345-й воздушно-десантный полк. За все эти годы крылатая пехота стала символом боеспособности нашей армии, символом победы, символом профессионализма. Вы знаете, какие бы задачи ВДВ не получали от нашего командования за всю свою историю, за 70 лет, будь это Великая Отечественная война, Афганистан, Северный Кавказ или сегодняшние, буднейшие дни, они всегда выполнялись с честью и достоинством. Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов и мемориальных венков в память о героях. Михаил Котельников, Александр Киселев, Лидия Играутсова, информационное агентство Курганру. Рай для аграриев. В регионе прошла пятая окружная выставка «День Уральского поля-2019». Выставка ежегодная проходит на территории регионов Уральского округа. В Курганскую область приехала уже во второй раз. Вести с полей от нашей съемочной группы смотрите далее. От комбайнов до опрыскивателей. Более 160 единиц цельхозтехники и оборудования разместились на опытных полях Курганского НИИ сельского хозяйства около села Садовое. Всего же в выставке приняли участие свыше 100 предприятий из двух десятков регионов России и Казахстана. Курганмашзавод привез на выставку продукцию гражданского назначения. Например, мини-погрузчик. Их завод выпустил уже около 10 тысяч. Благодаря широкой линейке навесного оборудования мини-погрузчика может быть полезен в сельском хозяйстве. Заменить большой парк техники одной машиной и прослужить долгое время. Гусеничное шасси с лесопожарным оборудованием разработано совместно с Варгашинским заводом противопожарного оборудования. Предназначено для локализации лесных пожаров. Обладает высокой грузоподъемностью и проходимостью. Все выставочные экспонаты вместе с делегациями из других областей осмотрел в Рио губернатора Вадим Шумков. Общаясь с производителями из других регионов, он предложил рассмотреть вариант выпуска сельхозтехники на территории Курганской области. В регионе действует льготное кредитование на покупку аграрной техники. Из федерального бюджета субсидируется значительная часть издержек заводам-производителям. От себя отметил, что еще пока у нас в федерации есть что замещать, потому что треть техники и оборудование, оно импортное производство. Я вам честно скажу, там нет ничего такого, что нельзя делать в России. Резина, железо и пластик просто грамотно собраны. Надо этим заниматься, потому что это большие деньги, десятки миллиардов рублей, которые ежегодно покупаются в Российской Федерации. Я не видел российской техники на полях Европы, но это о чем-то говорит, потому что нам тоже необходимо этим продолжать. Возможность сотрудничества уже рассматривают Курганский машиностроительный завод и российская компания «Ростсельмаш». А Курганский научно-исследовательский институт уже получил со скидкой новенький комбайн. На выставке он будет стоять недолго, сразу пойдет работать в поля. Я думаю, что вот данный комбайн вот с этого, с этой выставки, с этого, можно сказать, парада, сразу перейдет в поле, убирать, значит, хлеба в первичное семеноводство, в наше производство, что мы надеемся, что это позволит, значит, ускорить уборку нам, повысит качество убираемого урожая, снизит потери, значит, и это поспособствует дальнейшему развитию нашей зауральской науки. Помимо техники, на выставке продемонстрировали 250 вариантов научных разработок по применению средств защиты растений и удобрений на зерновых и масличных культурах, а также опыты по испытанию сортов. Ирэн Ростова, Кристина Смирнова, Павел Баев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Аграрии четырех районов Курганской области приступили к уборке озимых культур. Это Китовский, Куртамышский, Притобольный и Щучанский районы. На сегодняшний день по области обмолочено 2000 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Среднеурожайность составляет 21 сантиметра с гектара. Активно идет и заготовка сена. На данный момент в этом лидируют Шадринский и Макроусовский районы – 121 и 111 процентов соответственно. Сенаж уже заготовлен на 46 процентов от запланированного объема – это 47 тысяч тонн. В целом в этом году показатели выше почти в два раза. Будем искать деньги. Глава города Андрей Потапов хочет создать новую муниципальную программу для того, чтобы ремонтировать пришкольные территории. В Кургане продолжаются масштабные ремонтные работы. Появляются новые дороги, проводятся капитальные ремонты жилых домов, благоустраиваются дворовые территории. Глава города Андрей Потапов в ходе одного из объездов по областному центру отметил необходимость уделить особое внимание ремонту учреждений социальной сферы. В частности, он подчеркнул, что в школах города требуется обустройство прилегающих территорий. Многие из них в настоящее время находятся в ненадлежащем состоянии. На школьные территории, к сожалению, мы не заходили. И не заходили с времен сдачи этих школ. Я считаю, что это необходимо делать, потому что наши дети должны учиться в красивых, достойных учреждениях. То есть мы должны ценить то, что у нас есть. Андрей Потапов отметил, что данный вопрос начнут прорабатывать со следующего года. Я думаю, что мы примем какую-то муниципальную, скорее всего, программу. Возможно. То есть, ну, сейчас нужно понимание. Мы думаем, когда пропланировать будем бюджет 20-го года, мы будем искать источники финансированные. То есть это муниципальная программа. Потому что программу принять просто. Нужен найти источник. То есть откуда деньги. То есть над этим вопросом мы будем думать. Максим Махахонин, Тимур Натсулханов, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Расчетливые благотворители. Мошенники от имени первого замгубернатора Курганской области Андрея Саносяна просят у промышленных предприятий деньги на якобы помощь детям. На промышленные предприятия Курганской области, значит, за моей подписью, ну, естественно, поддельной подписью, направляются письма, значит, с просьбой оказать содействие и помощь, значит, детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К этому же письму прилагается смета, в которой включены расходы на различную мебель для ванной, которая производится определенной компанией из иного субъекта. Потом на основании этого письма руководителям, приемным руководителям промышленным предприятиям звонят люди, которые представляются мной, и, естественно, просят уточнить, будут ли осуществляться пожертвования. Вот, естественно, это все действия мошенников, эта информация недостоверна. Сейчас специалисты Департамента промышленности, значит, по моему поручению обзванивают все промышленные предприятия и стараются объяснить, что работают мошенники. Также по заявлению, которое поступило Департаментом промышленности в полицию, начата работа. Мы, соответственно, обращаемся и информируем всех, кому от имени, либо правительство Курганской области, либо меня, первого заместителя губернатора Курганской области, поступило данное письмо, считать это письмо действиями мошенников. А тех, кому действительно нужна помощь и финансовая поддержка. Курганские дети с серьезными заболеваниями не могут в одиночку справиться с жизненными трудностями. Родители ребят не обладают необходимыми денежными суммами, а в ряде случаев и времени на скопление средств в обрез. Несколько таких историй в нашем следующем сюжете. Саше всего 9 и 2 года она борется с лейкозом. Девочка трижды бросала вызов болезни и каждый раз та возвращалась. Весной Сашу лечили в Китае, но результатов не добились и семья вернулась в Россию. Обратились в клинику в Германии. Предварительная стоимость лечения – 400 тысяч евро. Сейчас с помощью зауральцев и благотворительных фондов собирают средства. Еще необходимо собрать 200 тысяч евро. Но сроки очень сжатые. То есть осталось всего чуть около месяца. Потом просто нас могут отправить домой и Санька не выздоровит. В помощи нуждаются три курганских семьи, где серьезно болеют дети. Необходима помощь семье Семена Целых. Ребенок болен детским церебральным параличом и сопутствующими заболеваниями. Требуется полтора миллиона рублей на средства реабилитации. Без специализированных кресел, подъемного устройства мальчику не обойтись. В семье Шмировых четверо детей. У старшего Максима рассеянный склероз. Ребенок прошел гормональную терапию. Состояние улучшилось, но болезнь неизлечима. Требуется постоянная реабилитация. В научном центре здоровья детей в Москве бесплатно лечат и реабилитируют. Необходимы средства на проезд и проживание. 40 тысяч рублей. У двухлетнего Косева-Динякова редкое генетическое заболевание – синдром Гурлера. Требуется ферментно-заместительная терапия, трансплантация костного мозга и длительный послеоперационный период с проживанием в Санкт-Петербурге. Если не лечить, то такие дети не доживают и до 10 лет. Необходимо 2 миллиона 58 тысяч рублей. Общественная палата Курганской области просит откликнуться всех, кто готов помочь этим детям. Больно смотреть в глаза самим детям, их родителям, которые пытаются помочь и восстановить здоровье своего ребенка. А часто это достаточно серьезные и большие деньги. Вот наша помощь, наша помощь, помощь общественности, помимо, еще раз подчеркиваю, государственной, нужна этим семьям здесь и сейчас. Помочь этим детям прямо сейчас может каждый. Они надеются на поддержку. В рамках проекта «Спорт. Норма жизни» в Курганскую область пришли 10 новых хоккейных кортов. По информации Управления физической культуры и спорта, новые хоккейные коробки в ближайшее время установят в городах Кургане и Шадринске, а также в Альменевском, Далматовском, Каргопольском, Китовском, Щучанском, Шатровском и Юргомышском районах. В планах закупить еще три хоккейные коробки для Петуховского, Катайского и Макроусовского районов. Глава города Курган Андрей Потапов совместно с Департаментом развития городского хозяйства и журналистами приняли участие в объезде дворовых территорий, оценили качество и сроки выполнения ремонтных работ. Дворовый проезд по адресу 6-й микрорайон, 6 в Заозерном жилом массиве. Здесь выполняются ремонтные работы в рамках муниципальной программы «Основные направления благоустройства территории города Кургана». На эти цели выделено более 5,5 миллионов рублей. Работы здесь – это тротуары вдоль дома, тротуары с противоположной стороны дома и проезжая часть. И тем самым мы выполняем и подъезд к детскому садику, и благоустраиваем двор. С той стороны дома, от дома номер 7, также будет сделано благоустройство, и этот у нас участок будет соединен. Дорожные работы по благоустройству выполняет ООО «Парьюрстрой». В настоящее время ведется установка бордюрного камня, укладка щебёночного основания проезда и тротуарной части. По словам подрядчика Арсена Варданяна, на объекте трудятся 10 рабочих и несколько единиц техники. Благоустройство планируют завершить уже в ближайшие дни. Здесь же, в Заозерном, по адресу 6-й Амикр район 1, ремонтные работы уже завершены. Они выполнялись в рамках другой муниципальной программы формирования комфортной городской среды на территории города Кургана. Подрядная организация та же. Всего на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома из консолидированного бюджета ушло свыше 3,5 миллионов рублей. Уложен асфальт, произведён ремонт тротуара, а также установлен бордюрный камень. Цена вопроса выделена на этот дом 3 миллиона 600. Дорожные работы закончены. Осталось устройство детской площадки, ограждение детской площадки, ограждение возле подъездов зелёной территории. В скором времени во дворе установят детский игровой комплекс. В этом на условиях софинансирования помогут жильцы дома. Работы планируют завершить до 20 августа. Глава города Андрей Потапов подрядчиком доволен. Работает быстро и без нареканий, что особенно важно при таких больших объёмах ремонта. Там, где делают, везде, то есть жильцы, то что я общаюсь с жильцами иногда, то есть как бы и действительно отмечают, что быстро делается довольно-таки. Сами понимаете, что объёмы очень большие. У нас с вами всё-таки здесь не Краснодарский край, да. Скоро уже будут дожди, снег может выпасть. Мы понимаем прекрасно, что уже где-то с третьей декады сентября могут пойти проливные дожди, и в первой декаде октября уже выпасть снег. Поэтому необходимо все дорожные работы закончить вовремя. Благо для города и его жителей всё идёт по графику. Дорожные работы строго контролируются. Следующий объект – двор дома номер 42 по улице Карла Маркса. Работы ведутся на средства субсидий, которые управляющая компания «Чистый квартал» получила от Департамента развития городского хозяйства. На текущий момент заменили асфальт на проезжей тротуарной частях. Установили бордюрный камень и скамейки. В ближайшее время появится декоративное ограждение и урны. Жильцы дома очень рады проведённому ремонту. Раньше с другой управкомпанией у них были только ямы и выбоины. А сейчас двор уютный и аккуратный. В благоустройстве активно участвуют и сами жители. Они прософинансировали установку детского игрового комплекса и качалки балансира. По словам главы города, благодаря таким инициативным горожанам Курган преображается день от дня. Всего в текущем году на территории города благоустраивается и ремонтируется более 200 объектов. В рамках комфортной городской среды мы благоустраиваем 14 общественных территорий и 15 дворовых территорий на 23 многоквартирных дома. В рамках основных направлений благоустройства города Кургана благоустраивается 27 дворовых территорий, 22 проезда к дворовым территориям на 91 многоквартирный дом. В общей сложности на благоустройство городских территорий в этом году уйдет порядка 300 миллионов рублей. Заняться воздухоплаванием, пойти на бесплатный концерт известного оперного исполнителя или взять уроки у акварелистов. Этим и не только можно заполнить предстоящие выходные. Вернемся к новостям после рекламы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Осторожно, ловушка. Большое количество схем мошенничества на сегодняшний день распространены в Курганской области. Что они из себя представляют и как обезопасить себя и не попасться в руки злоумышленников, расскажем далее. Здравствуйте, участковый. Раскручаем памятки и рисковки гражданам. По предельным действиям, мошенническим действиям. Возьмите, пожалуйста. Осторожнее, мошенники. В нашей стране существует большое количество различных схем обмана злоумышленниками. Среди них можно выделить три самых основных. На сегодняшний день, как мошенница используется средство сотовой связи, видоизменяется ежедневно. То есть, ну, самое распространенное, это, конечно, в сети интернет. Второе место по популярности набирает, конечно, это сотовое мошенничество, то есть посредством телефонных аппаратов. Третье место – это мошенничество в отношении пенсионеров. Схема сотового мошенничества проста. Сценарий отработан полностью. Злоумышленник звонит по сотовому телефону и представляется сотрудником банка, после чего обманным путем крадет деньги со счета. Либо с помощью уговоров доводит жертв до банкомата и также получает денежные средства. Что касается мошенничества в сети интернет, то здесь уже сложнее. Преступники взламывают социальные сети граждан и рассылают сообщения друзьям с просьбой дать взаймы, после чего пропадают. С подобными случаями, а именно с кражей денежных средств, можно столкнуться на сайтах продаж товаров бывших употребления, где люди вносят предоплату, но по итогу продукцию не получают. Менее распространён, но не менее опасен способ получения денежных средств обманщикам у граждан пенсионного возраста. Жулики ходят по домам и предлагают услуги газовщиков либо монтажников окон с целью наживы. «Борьба с такими злоумышленниками продолжается, имеются очень хорошие положительные результаты. Чем больше население будет владеть данной информацией, тем меньше шансов у злоумышленников завладеть денежными средствами. Это в первую очередь». Чтобы не попасться на удочку у мошенников, достаточно придерживаться некоторых простых правил и помнить, что свои личные данные не следует никому сообщать. Один из способов борьбы со злоумышленниками – профилактика. Это информирование населения о возможных видах совершения мошенничества. «В целях профилактики участковые полномоченные полиции проводят поквартирные обходы, вручают гражданам памятки и листовки, в которых разъясняются способы совершения в отношении них противоправных действий». Всего за шесть месяцев текущего года в Кургане зарегистрировано 184 уголовных дела по фактам мошенничества, совершенных с использованием средств сотовой связи, а также более 200 случаев краж с применением банковских карт и счетов. Руководство ОМВД России убедительно просит граждан быть бодительнее и не доверять незнакомым людям. Анастасия Леонова, Павел Баев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». С поездов на велосипеды. 3 августа в Кургане состоится велопробег «Достигая цели». Он будет посвящен Дню железнодорожника и 45-летию начала строительства БАМа. Маршрут пройдет от детской железной дороги в ЦПКО и до стадиона «Локомотив» через Шевелевку. Старт велопробега в 10 часов утра. По завершению него всех ждет спортивный праздник. В Управлении транспорта напоминает, что в связи с велопробегом с 10.00 до 10.30 по улице Пушкина, на участке от улицы Карельцево до стадиона «Локомотив», движение общественного транспорта будет осуществляться по мере следования колонны. Получение профессиональных навыков за счет государства. 31 июля состоялась пресс-конференция по вопросам обучения граждан предпенсионного возраста. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Работе, как и любви, все возрасты покорны. В рамках реализации проекта «Старшие поколения» нацпроект «Демография» с этого года осуществляется обучение граждан предпенсионного возраста. Цель мероприятия – способствовать продолжению трудовой деятельности лиц предпенсионного возраста как на прежних рабочих местах, так и на новых в соответствии с их профессиональными навыками и физическими возможностями. Курсовая подготовка может быть выбрана как по желанию самого гражданина, так и по желанию работодателя. Нам будет выделено 25 миллионов рублей, 23,5 миллиона рублей – это средства федерального бюджета и полтора миллиона – это софинансирование из областного бюджета. Закладывается достаточно значительная средняя стоимость на обучение и максимальная может достигать 68,5 тысяч рублей. Максимальный срок обучения – до трех месяцев. Форма может быть как очной, так и заочной. В том числе и без отрыва от производства, что удобно не только работодателям, но и самим рабочим. Обучение происходит по нескольким вариантам. Здесь мы работаем и учим как работающих граждан. В первую очередь мы сотрудничаем с нашими крупнейшими предприятиями, потому что здесь взаимовыгодный интерес. Обучение проходит на базе корпоративных учебных центров. В проекте задействованы абсолютно все учебные заведения Курганской области. Обучение может проходить через образовательные сертификаты. А также гражданин самостоятельно может выбрать образовательную организацию, в которой желает улучшить профессиональные навыки, либо получить дополнительное профобразование, заключив при этом соответствующий договор. Этот документ потом понадобится в центре занятости. Исходя из максимальной, мы понимаем, что, конечно, мы значительно план просто должны перевыполнять. Поэтому мы где-то ориентируемся на цифру. Сейчас она уже спрогнозирована и просчитывается порядка 700 человек. Мы однозначно обучим. Но для стопроцентного освоения средств, которые запланированы в нацпроекте, мы где-то должны выйти на обучение порядка 900 человек по итогам текущего года. Хочется напомнить, что официально предпенсионным считается возраст за 5 лет до наступления права на страховую пенсию. На текущий момент контрольный показатель обученных граждан по данной программе составляет 341 человек. Анастасия Леонова, Павел Баев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Будут парить как птицы. В Курганской области впервые пройдет фестиваль воздушных шаров Небесной ласточки. Он состоится 17 августа в Китовском районе на площадке базы отдыха Баден-Баден. Праздник продлится с 16.00 до 22.30. Все желающие смогут приобщиться к воздухоплаванию и подняться на высоту до 40 метров. В рамках фестиваля гостей праздника ждет насыщенная культурная и развлекательная программы. Выступления музыкальных коллективов, шоу парапланиристов, массовый запуск воздушных змеев, а также выставка мотоциклов и шоу мыльных пузырей. Организаторы уверены, что такие фестивали станут в нашем регионе ежегодными. Концерт оперной звезды под открытым небом и мастер-классы от кукольников и акварелистов. Самые яркие мероприятия субботы и воскресенья в нашей традиционной рубрике «Афиша выходного дня». В субботу театр «Кукол Гулливер» приглашает курганцев на мастер-класс по кукловождению. Зрители смогут окунуться в творческий процесс и поработать с куклой под руководством актрисы Елены Ефимовой. Начало в 12.00 в сквере рядом с театром «Кукол Гулливер». А вечером 3 августа на Троицкой площади состоится бесплатный концерт известного оперного певца короля Бельканта Дмитрия Корчака. На открытой сцене вместе с оперной звездой выступит Зауральский симфонический оркестр, а также Зауральский оркестр русских народных инструментов. В программе прозвучат арии, руссконародные и неаполитанские песни. Кроме того, будут открыты тематические выставки, в том числе фотозона «Рояль в цветах», где может сфотографироваться любой желающий. Начало концертов 21.00. В субботу и воскресенье все желающие смогут взять уроки у известных акварелистов. Для этого достаточно прийти на пленеры, которые проводятся в рамках фестиваля «Аквафест». Уточнить время и место пленеров можно по телефону 46 55 63. В воскресенье в Заозерном пройдет акция «Активный выходной». Все желающие смогут поиграть в лапту, позаниматься зумбой, а также принять участие в мастер-классе по современным танцам, стритболе, скандинавской ходьбе. Для любителей рукоделия будет организована выставка изделий курганских мастеров. Мероприятие пройдет с 10 до 19 часов на территории средней школы номер 7. Для тех, кто видит прекрасное в мелочах и имеет чувство кадра, организаторы международного фотоконкурса «Русская цивилизация» ждут интересные и необычные снимки от фотографов, профессионалов и любителей. Конкурс пройдет в четырех номинациях – «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Архитектура и скульптура» и «Традиции большой страны». От одного человека можно будет отправить до пяти фотографий. Заявки принимаются на сайте фотоконкурса «Русская цивилизация». Прием работ продлится до 8 сентября. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Всего вам доброго и приятных выходных! Вселенная возможностей для вашей информации. Представляем вам сенсацию в мире готовки. Шеф-баскет – это универсальное приспособление для варки, жарки и процеживания пищи. Вы кладете макароны в шеф-баскет, минуя кипяток. Варите и прямо из кастрюли на тарелке. Отогнем ручки вниз, получим устойчивый дуршлаг. Шеф-баскет – лучший способ варить яйца вкрутую. Сразу из кипятка в холодную воду. Варка макарон, овощей, морепродуктов, жарка во фритюре. С шеф-баскет все это станет просто и удобно. Универсальная складная решетка «Шеф-баскет» всего за 349 рублей. Успейте заказать! Ничего на свете лучше нету, чем читать бесплатную газету. Зауральский курьер. Читайте бесплатно! Здравствуйте! С прогнозом синоптика вас знакомит Ксения Аванесова. В субботу большая часть Зауралья будет находиться на орбите влияния тыловой части севера Атлантического циклона. Это значит, что небо время от времени будет хмуриться, кое-где прольются скоротечные дожди, а температура останется ниже многолетней климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 10, плюс 12, в Челябинске плюс 14, плюс 16, в Тюмени плюс 13, плюс 15. Кратковременные дожди. В Кургане облачно, кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13. Днем в Кургане облачно, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет расти и составить 743 миллиметра ртутного столба. 3 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова